доброе утро а мне сегодня опять сессион ван с ти чисто в состоянии гаву вы не представляете насколько сильная и постоянная момент работа происходит мою я постоянно контролирую свои эмоции я постоянно контролирую свои мысли чувства только спокойствие человек является творцом спокойствие ума эмоции должен быть контроль эмоций постоянно должно быть страха как только появляется страх организм тело мозг входит в режиме самосохранения самосохранение идет минимальная подача энергии блокируется все системы блокируется мозг и ты превращаешься в животное очень опасное состояние человек под страхом и творит глупости принимает очень неправильные решения именно поэтому очень сложно уйти от абьюзеров потому что жертва постоянно находится страх постоянно страхи почему она привыкает к этому страху и просто его не замечает также с родителями все родители абьюзеры у меня мать на личном страхе и все и ты не творец и ты что-то не делать за ничего не получается поэтому контроль эмоций тоже не спустим не тут фишка такая в испании они 10 утра все идут пить воду молоко они все пьют кофе хочешь кому-то заставить на месте иди либо до десяти либо после особенности жизни в испании ничего рано очень рано не работает все которые работают в основном в 9 10 утра это ребенок соседки альбурс так кофе готов кофе очек так не забыл в квазик убивать кофе и конечно много задачное но не всегда а еще и сошло с ума я разговариваю с камерой ну подбишь с вами дети соседей постоянно орущие лишний раз мне напоминает что мне дети больше не нужно ощущение что у меня какой-то экзамен проходит сейчас на то как я усвоил это я прошла свои уроки кармана так страшно я всегда панически боялась экзаменов я когда закончил университет экзаменов снились четыре года четыре года мне снились кошмары что у меня занят и у меня не готова курсовая работа там дипломная работа сейчас у меня это взлетная полоса я взлетаю мне жутко страшно мне реально жутко страшно я вот этот страх контролирую просто я все спокойно смотри видишь все хорошо на тебя никто не кричит тебе никто ничего не говорит никто ничего не требует все нормально катаклизм войны нету чего ты чего ты боишься у нас страх в основном не мотивированный я боюсь будущего которое еще не произошло его еще нет я боюсь того что я не смогу найти денег я боюсь того что я не смогу найти там в себе применение то что я не смогу найти квартиру куда нам можно с сыном переехать и мы останемся снова на улице как в прошлом году я просто знаю что это реально я оставалась на улице и это страшно когда тебе некуда идти получается я боюсь бабайку но по факту я боюсь бабайку потому что сейчас на момент сейчас у меня есть квартира у меня есть еда у меня есть чуть-чуть денег но я боюсь будущего я боюсь бабайку я боюсь своих мыслей это иллюзорный страх нереальный страх но я его боюсь как по-настоящему глядь и вот я постоянно работаю с этими мыслями что хватит бояться ты нечего бояться запокаивай себя ведь каждый так живет каждому из нас страх подарили родители отказали надо бояться надо бояться всего бояться бояться боимся мы и того чего мы не знаем ну то есть страх возникает у нас тогда когда мы не знаем что будет от незнания страх учиться от невежества погнали бороться с сегодня как всегда главная одежда это шорты забыла про свою шоковую маечку из холест это не пеньюар это топ одену-ка я его сегодня в последнее время не хочется привлекать внимание к себе хочется чтобы мой ум заметили ум мой светлый ум мои знания не мое тело как-то так в общем вот так и сегодня вырезалась кроссовки у меня сейчас покажу вместе с луком загорают так пошлите вы поняли проветриваются бред они такие страшные так солка я готова сертификат собой я пришла я пришла сдаваться. Закончилась моя интервиста. Это собеседование. Дядечка такой приветливый, был прикольный. Короче, он меня расспросил, что я умею делать, какую работу я хочу. Я сказала такую, чтобы меньше контактировать с людьми, чтобы меня никто не трогал. Окей, умеешь резать мясо? Я говорю, да, умею. И мне назначили новую встречу, то есть и то 20 июня. Типа экзамены будет, после которого они отправят уже мое резюме по ресторанам и мне кто-то даст работу. Хорошо, сходить еще по одному адресу, это близко, это всего 150 метров отсюда. Вау, как красиво. Смотрите, какая дверь старая, страшная. Очень интересно, куда я заперлась. Иду по другому адресу. Интересно. Кайлас Пальмас. Очень интересная улица. Ну, в принципе, здесь все такие. Тут, конечно, опасно ходить, потому что могут на голову вылиться. Вот теперь я понимаю, почему в средние века носили шляпы. Ну, чтобы помой на голову не вылили. Опасненько, опасненько. Смотрите, куда я вышла. Ну, я пришла оттуда, вырулилась поворота, а тут вот такое вот. И вообще вот такая вот улица и вот там в кафедраль. Странное место. Я ушла из этого странного места, взяла номер телефона, позвоню, возьму джесситу. Вселенную я даю, не знаю, что я делаю все правильно. По народу. Такое ощущение, что я не в маленьком провинциальном городишке с населением 100 тысяч, а как будто я в мегаполисе. А у меня почему такая камера снимает? Опять этот номер 29. Попросила Вселенной какой-то знак не дать. И тут, блядь, скорая несется с сигналкой ты-да-дам, ты-да-дам. И на ней цифры мои 2,9, 11. 2,9 меня вот постоянно преследует. И 11. 11 число мастера. Ладно, моя помощь в пути. Хорошо. Когда смотришь на такую красоту, как-то и настроение лучше становится. Чувствуешь себя лучше? Какой-то драйв. Я хочу домой выпить кофе. Я дома. Мне очень тяжело контактировать с людьми. С реальными людьми. Мне через интернет сложно контактировать. На улице с реальными так тем более. Поэтому я предпочитаю отсиживаться всегда дома. Каждый контакт с человеком с реальным для меня это прям испытание. Для меня общение с человеком с живым это выход из зоны комфорта. Вы понимали, мне как осьминогу приходится выползать из своей ракушечки там домика и контактировать. И я снова потом обратно заползаю, останавливаюсь. И я максимум вот я могу потратить два часа в день. вот я походила сейчас мыться в душ и завтракать. Я там еще один круассанчик остался. Круассан я съем, но чуть позже. А сейчас я хочу овся. Заодно покажу вам, как я готовлю овся. новые ложки и щепотку соли и просто нагреваю. А пока греете молоко, завоем кофе. Ну, у меня кофе остался еще, которое я утром варила, перед выходом. Я овсянку не варю, я лишь нагреваю молоко, пока оно не начнет кипеть, но не довожу его до кипения. Просто выключаем, накрываем крышечкой и оставляем. Все, минут 5-10. Она не должна вариться, она должна просто, овсянка, пропариться молоком. Она получается нежная, вкусная, кофе. Я хочу раз варила шоколадную пасту. Шоколад, боже. Я вчера растопила плитку с шоколада, добавила туда сливки. Вот такое. Это шоколадная паста. Я думала купить шоколадную пасту в магазине супермаркетов. Ну, блядь. Там всякие жиры, фигня, а тут чистый шоколад, сливки. Мы со Степой вчера ее жирали с круассаном. Макали круассан, эту банку и ели. Уважаю кофе сквозь дикой. Шикарное сочетание. Ваша каша густая, супер. Перекладываем кашу на му мед. Я не знаю, как вы, вы можете делать, что вы хотите, а я люблю с податами. Вот. Это более чем достаточно. Я бы, конечно, еще добавила сюда орехов. Подведем итоги сегодняшнего утра. Я сходила по адресу, где я была вчера. Я прошла, ну, типа, собеседование, общалась с очень приятным мужчиной. Имя я его не запомнила. У меня проблемы с именами. Я расспросила, какую работу бы я хотела. Зала такой, чтобы меньше общаться с людьми, как можно меньше контакта с людьми. Назначили снова встречу. Это будет типа экзамена. Потом я сходила еще в одно место. Очень странное. Там было очень много иммигрантов из Марокко. В общем, я там простояла зря. Ну, в общем, у меня уже две ситы в два места по поводу работы. Пока ждем. До новых встреч. Пока-пока. Люблю вас.